Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Сегодня у нас 13 августа, воскресенье, лето, прекрасная погода. Там за кадром сидит Женя. Привет! Это наш гастроблог «Сладкий персик». В эфире «Сладкие новости». Начинаем! В России в два раза выросло производство мороженого. Кто-то удивлен, вот и я не удивлен. Лето, жара, спрос на мороженое растет. Все закономерно. Для любителей цифр, производство мороженого в России во втором квартале выросло до 188 миллионов килограмм. В России за год упали продажи арбузов. Если в прошлой новости все было закономерно, то в этой наоборот. В сравнении с прошлым годом продажи арбузов упали на целых 18%. А вот у дыни дела, наоборот, идут в гору, потому что ее начали покупать на 12% больше. Кажется, арбузу надо менять маркетинговую стратегию. Кстати, странно, арбуз же розовенький, сейчас вроде барби в тренде. Ну, не такой уж он и розовенький. Да и тренд на барби, мне кажется, уже прошел. Он у нас еще не начинался. В районе недели не показывали. Ну, это да. Алтайские производители растительного масла наладил контакты с Азией. Есть у нас такая компания, Алтария, которая производит разные растительные масла в виде спрея. Их купить можно, например, на озоне. Дела у них настолько хорошо идут, что кроме производства для внутреннего рынка, они еще активно производят масла и для экспорта. Например, сейчас их продукция продается в Южной Корее, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Белоруссии. И они уже ведут переговоры с Киргизией и Китаем. Прям гордость берет, вообще красавчики. Красавчики, да. Почему-то некоторые люди до сих пор думают, что в России, кроме нефти и газа, нет ничего. А у нас столько всего есть. Мы и производим, и в технологии умеем, и с наукой классно дружим. Ну, просто об этом нужно больше и чаще рассказывать, тогда и образ будет правильно складываться. Как его пол режет? Поехали. А, идет дать? Да, да. Россияне назвали сон и шаурму лучшим спасением от стресса. Первый из пакет от X5 провел вопросы и выяснил, что россияне делают при стрессе. Люди ответили, что они или ложатся спать, или едят вкусняшки. Шоколад, пиццу, шаурму, бургеры или чипсы? Ну, это чисто мой наборчик. Вместо того, чтобы лечь спать, я ем шоколад. Ну, бургеры, конечно, и пиццу я не ем, но шоколад можно. Ну, так себе набор, да? Мулачком. Так себе. Замечательно. Замечательно. Я считаю, что набор кошмарный. Но я бы оставила только шоколад. И то в ограниченном количестве. Ну, потому что его ешь. Ну, да. Вообще, я жду, когда люди стресс начнут не заедать, а просто будут заниматься своим психическим здоровьем. Медитировать, читать профлитературу, вести здоровый образ жизни и ходить к психологам. Это к тебе тоже относится. Поверьте, это сильно полезнее, чем просто есть чипсы перед телеком. Ну, сколько же можно? Здесь должна быть фраза «соберись, тряпка». На Камчатке официально представили новые блюда для фирменного меню региона. Прекрасная, далекая Камчатка. Очень, конечно, хочу там побывать. Да, я тоже. Так вот, с первого по 6 августа там проходил гастрокэмп, в котором принимали участие и наши, и зарубежные шеф-повара. Забугорные. Заморские. Да! Заморская икра! Так вот, не отвлекай меня. Самое важное, что там происходило. На гастрокэмпе разрабатывали блюда, которые станут визитной карточкой Камчатки. Ну, чтобы ты такое увидел это блюдо и сразу «ммм, это же Камчатка, это их региональная еда». Ну, как, например, очпочмак и Топорстан. Да, как Пышки и Петербург, Калитки и Карелия. Мне кажется, что такие блюда или хотя бы продукты должны быть в каждом регионе. Мы же хотим развивать региональный туризм. Ну, кстати, вот у нас в Ульяновске тоже нет национальной еды. Она есть, наверное, но про нее про все забыли. Пострадавшим от курьеров на электросамокатах предлагают возмещать ущерб за счет компании. Иван Соловьев, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, король драконов, отец андалов и джабовых людей, предложил обязать сервисы, которые занимаются доставкой, возмещать ущерб, если граждане попали в ДТП с их электротранспортом. Он предлагает осуществить это через страхование. То есть компания-работодатель должна будет застраховать ответственность курьеров и возмещать убытки пострадавшим, если произойдет какое-то происшествие. Еще он предлагает ввести обязательные курсы и аттестации по ПДД. О, вот это давно уже напрашивалось. Мне кажется, вообще на электротранспорт нужно выдавать права. Не с самоката, а на велике тоже. Конечно. Но эта инициатива вообще и не первая. Уже много кто высказывался по поводу электротранспорта, потому что количество аварий с их участием растет. Думаю, что в скором будущем все это дело зарегулируют, и мирные жители снова заживут нормальной жизнью. В голову приходит пример, когда появились только автомобили, тоже не было никаких правил дорожного движения, машины ездили где хотели, постоянно доверили людей. А потом со временем, естественно, появились правила, все зарегулировалось, машины начали ездить как надо. Соответственно, с электротранспортом, я думаю, то же самое будет. Я хочу добавить. Особенно меня очень сильно беспокоит, когда электро, как их там назвать, водители не слезают со своего транспортного средства и переходят, точнее переезжают дорогу на пешеходном переходе. Особенно если это ночью при плохом освещении. Это отвратительно. Грубо нарушают правила дорожного движения. Это явление называется петушеринг. Ну а если вы пользуетесь электротранспортом, там, самокатами, велосипедами и так далее, пожалуйста, включайте голову хотя бы тогда, когда садитесь на дорогу. Да, и по пешеходному переходу, пожалуйста, пешком ходите. И, пожалуйста, не садитесь вообще. Вообще, вы киньте снахер. Владельца сыроварни раздавила пармезаном. Трешовенький заголовок, да и сама новость, на самом деле, очень прискорбенная. В Италии у 74-летнего мужчины было свое производство сыра. Называется Грана Падана. Обожаю итальянские названия. Кстати, фамилия мужчины Кьепарини. Так вот, на складе возревания сыра у него стоят огромные стеллажи высотой 10 метров, где хранится около 25 тысяч головок сыра. В очередной раз, когда Кьепарини хотел проверить зрелость сыра, сломалась одна из полок и, как домино, все полетело вниз с разрушительной силой и придавило владельца. Кстати, одна головка твердого сыра Грана Падана весит 40 килограмм. Ничего себе. Да, а их там очень много. Словом пожарного Антонио Дусси, поисковая операция длилась 12 часов. Кьепарини нашли, но он не выжил. Соболезную семья пострадавшего, а для нас очередной урок, что лучше лишний раз перепроверять. И не оставлять все на самотек. Да, нужно всегда соблюдать технику безопасности. Российские ученые создали приложение, которое определяет спелость арбузов. Ура! Наконец-то можно не крутить хвостик, не стучать, не искать желтое пятно и даже не гадать на картах Таро. Потому что можно будет всего лишь ввести камеру приложения на арбуз, сразу станет понятно, спелый он или нет. Просто шикарный. Вообще не говори. А потом такие устройства планируют сделать стационарными и поставить в каждом магазине. Чтобы можно было подойти с арбузиком, навести камеру и посмотреть, в чём он или нет. Вот как сейчас стоят аппараты такие вот для определения свежих сейц, такие же будут стоять для арбузов. Пойдите. Госдума займётся вопросом оздоровления Волги. Ура! Как вы знаете, мы живём на Волге, очень её любим и желаем ей всего самого лучшего. Сейчас она находится не в самой идеальной своей форме, надо признать. И вот осенью пройдут парламентские слушания по поводу оздоровления и внедрения очистных сооружений, как сказал Вячеслав Володин. Ещё он добавил, когда речь идёт о такой реке, как Волга, к любым техногенным инцидентам необходимо относиться с особым вниманием. В состав её бассейна входят 38 регионов нашей страны, где проживают более 70 миллионов человек. В США появится бургер в честь футболиста Месси. Насколько вы знаете, Лео недавно поменял клуб и теперь он играет за Интер Майами. Учитывая, что бизнес в США умеет хайповать, конечно же, сейчас отовсюду повалятся коллабы с Месси. Подожди, скажи ещё раз, пожалуйста. В США! Это прекрасно. Который... Так, на чём я стоялся? На Месси. Да, на Месси. Я стоялся на Месси. В общем, пойдут со всех сторон коллабы с Месси, которые, естественно, будут этим пользоваться, потому что он, как и любой другой человек, любит денежки и дополнительно их зарабатывать. Будет ли сам он есть этот бургер? Конечно же, большой вопрос, ведь у профессиональных спортсменов есть свои диеты и они их стараются соблюдать. Не все их соблюдают, конечно же, но те, которые... И не всегда, да. Но те, которые следят за своим спортивным долголетием, очень тщательно за ними блюдят. Поэтому, скорее всего, Лео-то, наверное, и не будет каждый день есть бургер, в состав которого, кстати, входит меланеза, а это любимый Лео как раз-таки продукт. Это аргентинский шницей. Также в составе бургера плавленый сыр провалоны, соус айоли с травами, томатами и рукавой. Я бы попробовал. Очень вкусно звучит. Очень, очень. Как бы не крякнуть, почему мясо утки в России дешевеет? В России достаточно высокими темпами растет производство утиного мяса. Открываются новые предприятия, а цена на него, соответственно, потихонечку снижается. Но многие до сих пор думают, что это какой-то деликатес. Хотя утка сама по себе очень вкусная, она становится доступной, ценная с точки зрения КБЖО и готовится легко. Не так, как, например, гусь или даже та же самая индейка, потому что индейку еще нужно засунуть. То есть она большая. Так что мой вам совет. Смело покупайте, ешьте и готовьте лутиное мясо. Зумеры изобрели грызть роллтон. Минутка ностальгии. В Питере на полках магазинов начала появляться вот такая вот лапша. Точнее, это чипс. Вам ничего не напоминает случайно? Помните, как мы грызли эту лапшу в детстве, еще пакетиками специи посыпали? Я вот, да, прекрасно помню, как в подворе набегаешься, наиграешься в футбол, добежишь до ближайшего ларька, купишь эту лапшу. Причем она стоила, типа, на рубль пятьдесят. Пять, я помню, она стоила пять рублей. Ну, у нас с тобой разница в ложестве. Открываешь этот пакетик, выливаешь туда вот это вот масло, которое есть. Масло, да, да. Там же в комплекте лапша, масло и специи. Масло выливаешь, специи, трясешь пакетик и все, потом усложняешься. И чипсинки получаются. Просто деликатес. Горстовые пищевые продукты скорректируют. Ура! Наконец-то не будет больше молока по 0,9 и яиц по 9 штук в упаковке. Потому что в ГОСТ хотят переделать требования к этой самой упаковке. Цель. Исключение сокращения объема товара в упаковке без изменения цены. Ну, простым языком, чтобы товары не становилось меньше за те же деньги. Для производителей это, конечно, не совсем приятная новость. А вот для нас, как для покупателей, просто прекрасная. Бакарди поставляет продукцию в Россию на миллионы долларов и ищет новых сотрудников после того, как объявила о приостановке своей работы в этой стране. Это яркий пример того, как можно усидеть на двух стульях. Конечно же, ни один бизнес не хочет терять рынок. И в данной ситуации международным компаниям не позавидуешь. Зато нам всем очень интересно наблюдать, как они все выкручиваются. Да, это у нас такая народная забава уже. Да, да, да. Так, возвращаемся к летучей мыши. В 22-м году Бакарди объявили о приостановке экспорта в Россию и заморозке вложений в рекламу. Ну, все как по классике, как все. Посмотрели, что многие конкуренты уходят, рынок освобождается. В глазах руководства компании появились значки доллара, как у Скруджа Макдака. Они удалили эту часть письма о приостановке экспорта со своего сайта и продолжили по ставке. Вот я и не знала. Это смешно. И за последние 12 месяцев чистая прибыль, не путайте, кстати, с выручкой, компания выросла на 206,5% и составила 4,7 миллиарда рублей. В 21-м году, например, было всего лишь полтора миллиарда. С таким ростом нужно и расширение штата, чем сейчас компания и занимается. Конечно же, то, что появляется в интернете, там и остается навсегда, даже если вы это удалили. И есть сохраненная копия письма компании об уходе с российского рынка. И теперь ребятам из The Wall Street Journal очень интересно, что вообще происходит. Но Бакарди не отвечает на их запросы. Не зря же у них на логотипе летучая мышь. Они просто повисли вниз головой, отвернулись, притворились, что ничего не слышат и не видят. Они заняты, они деньги зарабатывают именно до этого. Да-да-да. Роскосмос запустил с космодрома Восточный аппарат Луна-25. Но эта новость, конечно, к идее никак не относится, но не сказать о ней я просто не могла. Но это пока не относится. Вдруг на Луне найдут что-нибудь с едом, да? Ну, всякое может быть, конечно. И там, кстати, точно есть огромные запасы воды и полезных ископаемых. Так вот, в пятницу Россия впервые почти за 50 лет запустила станцию, которая приземится на Луне и будет целый год вести там исследования. Это просто ура-ура, как круто. Итак, внимание. Человечество шло к этому всю свою жизнь. Трудилась, превозмогала, строила немыслимые сооружения, изобретала микрочипы, покоряла космос, совершала кучу открытий в биологии, физике, химии, генной инженерии, чтобы видеть миру совершенства. Встречайте. Фильми-боты. Это феерично просто. Это лучшая рекламная компания, мне кажется, которая у них была. Интересно, а не с чем? С мясом. Да это дизайнер же нарисовал. Маша, русский. А, ну понятно, что русский. Да, просто взял за основу там ботинки, соломон, вроде компании. Прикольно, прикольная колоба. С понедельника в России начинается Успенский пост. Всех постящихся поздравляем с началом Успенского поста. И специально для вас мы сделали подборку вкусных постных блюд. Заходите к нам на канал, читайте и делитесь в комментариях своими постными рецептами. Это были все новости на сегодня. Увидимся в следующем воскресенье. Всем пока. И обязательно подпишитесь на наш Телеграм-канал, потому что все новые рецепты выходят именно там.